Добрый день, дорогие друзья! Судя по русскоязычному YouTube, посвященному Филиппинам, многие наши соотечественники хотят переехать жить на Филиппины. Кто-то просто приехать и отдохнуть, а кто-то на ПМЖ. Обычно эти люди смотрят так называемые рекламные ролики, где показывают, как наши соотечественники плавают в море, они видят красивый подводный мир, другие питаются в кафе или у себя дома. И у многих создается впечатление, что работать не надо, кокосы сами падают сверху, бананы растут везде. Ходи, собирай и ешь. Недавно прочитал одну новость, вернее сегодня. Я решил с вами поделиться, чтобы вы были в курсе. Что происходит на Филиппинах? Так, вчера, во вторник, примерно в 14 часов, двое неизвестных напали на гражданина Дании, Кристиана Лаурнца. Он ехал на своем мотоцикле. Двое неизвестных произвели выстрел в голову, пистолет 45-го калибра. Итог, летальный исход. Туристка из острова Бахол, отдыхая на острове Пантаян, решила искупаться. В море она пробыла буквально 10 минут, ее укусила медуза, и туристка от этого укуса скончалась. Поэтому будьте осторожны, если захотите покупаться в море. На Филиппинах иногда появляются ядовитые медузы, укус которых смертелен. Данное происшествие произошло в воскресенье. 25-е, по-моему, было июня. Буквально за неделю до этого, 18 июня, произошел пожар. Загорелось судно, которое, по-моему, следовало из острова Сикихор до Бахола. Панглау даже, вернее. Вовремя подоспели спасатели, всех пассажиров спасли. А теперь немного статистики. В филиппинской прессе была опубликована статья под названием «Объяснение нехватки продовольствия». Сельскохозяйственная перепись ПСА показывает сокращение сельскохозяйственных угодий. ПСА – это состатистическое управление. В этой статье приводятся состатистические данные по острову Бахол. Так, в 1991 году было засеяно однолетними культурами на острове Бахол. немного более 107 тысяч гектаров. Через 11 лет в 2002 году в Гуде сократились до 79 тысяч гектар. Затем сократились до 42 тысяч 669 гектар. То есть, вы видите, более чем два раза сократилось в Гуде, который засеивается однолетними культурами. Ну и ранее по практике я знаю, когда в 2018 году приезжал на острове Бахол, Панглау, на рынке я спрашивал, откуда товар. Я имею в виду сельскохозяйственные. Отвечались Минданау. То есть, острове Бахол, Панглау – это туристический остров. И все жители в основном, шаг за шагом, переходят в так называемую сферу туризма. Я не знаком, значит, с районом Думагети, где также проживает очень много русскоязычных. Но думаю, что там такая же остановка, как и на Панглау. В том числе вполне возможно загрязнение моря. Где-то лет 5-6 назад приезжал на Бахол, Панглау, министр туризма, сделали пробу на наличие фекалий в море. Оказалось, там 5 или 6 тысяч. Не помню, как называется эта единица. Норма всего 100. Так что, кто захочет заняться подводным плаванием, вначале проверьте, соответствует ли этот участок моря санитарным нормам. В частности, на наличие фекалий в воде. На этом все, дорогие друзья. Счастливо, всего хорошего. До свидания. Ставьте лайки, чтобы как можно больше людей могли посмотреть наше видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!